Вы сейчас не представляете, какую магию мы напишем. Будет такая интрига. Я хочу получать уведомление. Ладно, с ней-ка с колбасой, да? Это прям какая-то медитация, понимаете? Это просто конец недели. Это самое важное видео, которое вы должны посмотреть сегодня. Ребята, всем привет! С вами снова я, Настя. Добро пожаловать на наш канал. Я очень рада, что вы нас смотрите. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что вы узнаете много-много всего нового. И сегодня мы с вами опять продолжим тему паттернов, потому что это невероятно важно. Очень важно. Супер важно. Это самое важное видео, которое вы должны посмотреть сегодня. У нас есть другие видео на канале касательно паттернов и рефакторинга. Вы можете посмотреть их по ссылочкам. Они должны появиться где-то вот здесь. Также вы можете их просто поискать на нашем канале. Тоже не забывайте ставить лайки там. Подписываться, если вы до сих пор не подписались. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать ни одно видео. Потому что как же вы так без моих видео? И сегодня давайте, ребята, не будем узнавать имя этого паттерна. Сейчас будет такая интрига. Это будет как ребус, который вы должны будете разгадать. Так что пишите в комментарии, что это может быть за паттерн. Конечно же, в конце я вам скажу. Но давайте начнем с проблемы. Давайте представим, что я хочу знать о скидках в магазине. Я не хочу каждый раз ходить в магазин, стучаться в инфоцентр и спрашивать. Тетя Наташа, ну когда же будет скидка на эту колбасу? Ну когда же? Я хочу получать уведомления. Понимаете? Тетя Наташа не хочет мне отвечать каждый раз, что это будет через неделю или еще что-то. Я не хочу ходить сама, я хочу получить уведомления. Но ладно, с ней колбасой. Основной пример может быть, например, вы подписываетесь на какой-то блог. И вы хотите получать уведомления каждый раз, когда у вас там, когда выходит новый пост. Да, там, не знаю, какой-нибудь там Джонни Депп что-то написал, и нужно не пропустить. Это важно очень. Поэтому вот у нас, например, есть колокольчик, на который вы можете нажать, и уведомления вы тоже всегда получите при выходе нового видео. Не брезгуйте этим. Вот, то есть проблема такая, да, я хочу получать уведомления о том, что, например, вышел новый пост. Очень часто говорят про этот паттерн в рамках этой проблемы, и, наверное, эту проблему я сегодня и буду раскручивать. Точнее, не, наверное, а точно. Если вы уже догадались, о ком или о чем, о ком или о чем, о каком паттерне идет речь, то вы можете уже писать про это в комментарии, в общем-то. Ну, что ж, давайте приступим к кодингу, да. Смотрите, ну, соответственно, у нас есть, будем раскручивать проблему получения нотификации о выходе нового поста, да. То есть у нас должен быть какой-то, какие-то, да, подписчики, да, которые заинтересованы в том, чтобы получать уведомления. Ну, и, соответственно, должен быть кто-то, кто эти посты публикует, да, должен быть, не знаю, какой-то сервис, ну, там, или engine, который отправляет нам все нотификашки, ну, нотификашки с абскрайбером, да. И как-то это все должно вот так вместе работать, взаимодействовать, вообще непонятно. Ну, давайте начнем с простого. Давайте мы с вами создадим, как я уже сказала, нам обязательно нужны сабскрайберы. Создадим интерфейс, интерфейс, сабскрайбер, сабскрайбер. Я правильно написала, да, все, вот. У нас есть сабскрайбер, да, который у нас должен получать какие-то нотификашки, да. Пусть у нас будет, не знаю, void notify, да. И обычно у нас, как бы, нотификация должна происходить вследствие какого-то там, не знаю, ивента, да. Что-то произошло, да, отправим нотификашку. Пусть у нас будет некий пост-ивент. Будем его принимать, да. И давайте создадим этот пост-ивент. Сейчас мы с вами тут нас создаем. Так, у нас будет какой-то пост-ивент, в котором у нас, я предполагаю, что должна быть какая-то, ну, пусть будет дата, когда. Шоце. Подождите, что происходит? Почему он мне не дает обычную дату? Куда подевалась обычная дата? Ладно, давайте не будем париться. Javax крипта нам нужно просто для модели. Значит, у нас будет created date. Потом с ней разберемся. Ой, что я делаю? Что я делаю? Что я, вот, что я сейчас сделала, ребята, а? Что я только что нарушила? Дата и, наверное, какой-то пост у нас здесь будет, да. Ну, это логично. Создадим еще пост. Добавим сюда какого-нибудь автора. Ой, мне так нравится вот это все быстренько так писать, создавать. Знаете, чувствуешь себя каким-то кулхацкером. Ну, контент, да. То есть что-то тут будет написано. Давайте еще наштампуем автора. Ну, здесь добавим просто имя, да. О, что нам тут еще надо? Нам нужны геттеры и сеттеры. Так, смотрите, что мы тут насоздавали геттеров. Нам нужен конструктор. Конструктор, да. Давайте, не знаю, приопределим toString, чтобы потом не мучиться, когда мы будем все выводить. Так. Ой, не люблю, когда это все вот сюда переносится. И вообще пользуйтесь Apache, но пусть будет так. Так, у нас теперь с вами есть автор, у нас с вами есть пост, да. Давайте теперь быстренько все нагенерим для нашего поста. Теперь мы все нагенерили для поста. Давайте я тут сразу что-нибудь причешем. Добавим сюда какой-нибудь пэккедж, не знаю, модул, куда перенесем часть того, что мы уже написали. Ну, и, соответственно, наш пост-эвент. Давайте здесь тоже быстренько нагенерим. Добавим конструктор. Кстати, это вот так вот это вот все генерить, это прям какая-то медитация, понимаете? Очень приятно, попробуйте. Так, и, соответственно, давайте без created date обойдемся в конструкторе. Пусть у нас будет там, не знаю, new date. А, вот смотрите, вот, вот где я ее потеряла. Отлично. Давайте вот это вот уберем. Все. Непонятно что. И так, у нас миночка. Куда делать Java Util date? А, я пишу дата. Все, ребята, это просто конец недели. Поменяем буквочки. Все. Вот, что-то у нас тут получилось. Модель собрали, да. У нас есть сабскрайбер, который получает нотификацию. И я уже говорила, что у нас должно быть что-то, что отвечает за публикацию, да. Это паблишер. В принципе, это стандартно для этого паттерна. Вы угадали, что за он? Я надеюсь. Так, ну и паблишер у нас что должен делать? Он у нас должен, да, публиковать там паблиш. Все. Окей. И что мы сюда должны передать? Ну, конечно же, наш пост, потому что. Что нам еще пабликовать сейчас, да? Сделаем какие-то... Я сразу добавлю импл-пакет, чтобы раскидать, да. Сделаем какие-то имплементации для паблишера и сабскрайбера. Не будем долго думать, да. То есть, что там у нас может быть. Какой-нибудь base publisher. Все. И base subscriber. Нам этого хватит. Вот. Мы что-то с вами насоздавали. Вот наш паблишер. Что-то заимплементим. Как вы думаете, какая же у нас здесь будет логика? Логика. Логика. Конечно же, sustabout. Print.ln. Наш любимый, да. Напишем, что мы что-то опубликуем. Ну, и пусть там что-нибудь из поста достанем уже. Душу, да. Контент. Душа поста. И здесь у нас есть наш сабскрайбер, да. Который, собственно говоря, у нас имплеметит сабскрайбера. Все очень просто. Так. Notify. У нас тут опять наш любимый sustabout.println. И напишем здесь что-нибудь для понимания, да. Notify. Notify. Foo.in. Все. Ребята, обязательно проговаривайте. Я вам уже говорила это в прошлых видео. Можно ошибиться, написать. Понимаете? Ну, и опять там душу из поста вынимем. Возьмем контент. Все. Нам достаточно. И так. Ну, и нам нужен какой-то, не знаю, сервис или engine. Назовем его Block Engine. Пусть будет, да. Который, соответственно, должен нам рассылать нотификашки, добавлять сабскрайберов. Поэтому у нас должен быть здесь паблишер. Мы сразу его сделаем base-паблишером. Да. Нам тут главное, знаете, вот идею понять вообще, как что работает. И нам нужно... Нам, наверное, здесь нужен будет лист сабскрайберов. Сабскрайберов. Ну, что-нибудь там. Newer list. Все. Ну, смотрите. Что у нас здесь должно быть из логики? Соответственно, нам нужно добавлять сабскрайберов. Да. Сделаем вот такой вот метод. Вы сейчас не представляете, какую магию мы напишем. Смотрите. Так. Добавляем сабскрайберов в лист. Да. И, соответственно, что-то по ремоуу. Да. Ну, добавим просто, чтобы оно было. Мы же заботимся о том, чтобы у нас можно было и добавлять, и удалять сабскрайберов. И здесь делаем remove. Не знаю, будем ли мы им пользоваться. Ну, как было. И что у нас здесь должно быть еще? Ну, метод, который, собственно говоря, все это дело будет обрабатывать. Давайте это будет какой-нибудь там add post, save post. Давайте я сделаю add post. Да. И что мы сюда будем передавать? Мы сюда будем передавать пост. Да. Смотрите. Вот add post. Мы сюда передали пост. И, соответственно, наставание этого поста, ну, наверное, логично, да, сделать post event. Да. Что у нас тут? Смотрите. Правильно все написала, да. Дальше мы что будем делать? Мы опубликуем этот пост. Да. Передадим сюда. И, соответственно, нам нужно будет пройтись по всему листу сабскрайберов. Notify. И здесь у нас будет post event. Все. Вот, собственно говоря, мы с вами написали engine. Давайте сейчас мы с вами напишем main и на этом остановимся, потому что, мне кажется, идея ясна и понятна. Создадим пост, который мы передадим автора, John. В контенте что-нибудь напишем, не знаю, там, бла-бла-бла. Да, John пишет не очень информативные посты. Не будьте, как John. И нам нужно будет воспользоваться нашим блок-энжином, да. Все, вот он у нас есть. В блок-энжин, соответственно, нам нужно добавить сабскрайбера сначала, да. Там у нас есть new base subscriber, точно. Вот, мы его добавили. И, соответственно, добавляем пост. Все. И давайте посмотрим, произойдет ли что-то интересное. Или мы свалимся на каком-нибудь NPE. Смотрите. Ну, вот. Вот, в принципе, что мы и получили. Мы доставали душу из поста, поэтому у нас тут бла-бла-бла везде. Ну, в общем, как-то так. Я надеюсь, это было информативно. Говорили мы с вами про наблюдателя. Я думаю, что основная идея ясна. Если у вас есть еще вопросы, пишите их мне в комменты. Я постараюсь на все ответить. Если вы видите, как можно улучшить то, что я написала, то тоже пишите в комменты. Это очень интересно и важно для меня и вообще для нас. Поэтому спасибо всем большое за то, что были с нами. Не пропускайте следующее видео, потому что, я думаю, будет что-то суперинтересное. Обязательно пишите, что бы вы хотели еще. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok